Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Недельные встречи первого заместителя главы города-курорта Анжелики Бузуновой с руководителями органов территориального общественного самоуправления, представителями управляющей компанией. Такое прямое общение помогает решить любые хозяйственные вопросы в микрорайонах города максимально оперативно. Председатель АТОС-155 Валерий Важничий обеспокоен установкой теплощетчика в многоквартирном доме по адресу Ленина 181. Бесплатно муниципалитет счетчики не ставит, это не предусмотрено законом, поэтому необходимо провести с жильцами разъяснительную работу. Если сейчас я провожу собрание, начинаю людей убеждать, что надо сдавать, одни упираются, говорят нет, вторые да. Ну то есть я на себя говорю, да, давайте установим, и потом это все как бы выливается на меня. Нельзя так вот думать, что вот так весь негатив на меня, жители на меня выльются, а вот представляете, насколько негатива выливается вот сюда, да? Ну что теперь? Да если мы не будем этим заниматься, кто будет? По косметическому ремонту подъездов этого же дома вопрос с управляющей компанией коммунальщик уже решен. Зато Валерий Важничий обозначил тему, которая в повестке дня не числилась. Ряд магазинов, расположенных в доме номер 181 и выходящих на улицу Ленина, не убирают прилегающую территорию. Значит, управление торговли поручение обязать все эти магазины навести порядок вокруг себя и постоянно поддерживать. Я к ним зашел, начал говорить, что ребята, ну наведите тот порядок сейчас, значит давайте мы торгуем, дворник пусть тогда торгует, а мы будем вместо дворника убирать. Вот они мне заявили. Выехать туда на место, в эти магазины, в эти пивные демократии и тому подобное, проверить доказательство у вас мусора и кратность вывоза. Если не ежедневно, значит принять все меры дни. Председатель АТОС-13 Надежда Косова попросила восстановить закатанную в асфальт ливневку у многоквартирного дома по улице Терской, 88. И для того, чтобы даже сейчас дать воде уйти с той стороны, как бы можно было какую-то трубу проложить в сторону ливневки, там примерно 20 метров я считал, вот, сначала надо прочистить вот эту ливневку, чтобы мы понимали, что она рабочая. Написывайте водоканалы. Сейчас у них там есть техника, которая работает на Пионерском проспекте. Там тоже пускай, они пойдут в 12 микрорайон еще прочистят вот ту ливневку, которую мы по обходу были за китайской стеной. И здесь пускай. Еще одна проблема – кронирование деревьев возле домов на улице Терской, 39, Протапова, 60 и Черноморская, 13. Сейчас разрешения такие уже начали даваться, как бы пилить будем. Во время встречи возник еще один непредвиденный вопрос. У нас сейчас вот ходоки ходят, вот с вот такими визитками устанавливают газовые счетчики. Они работают незаконно, потому что у них нету, как бы, они не сдают всей, они, то есть, приходят, делают работу, оплачивают жилет с деньгами и оставляют их со своими дальше проблемами. Тогда давайте, может быть, воспользуемся нашим совещанием и покажем, да, что приходят горе, как бы, предприниматели с вот такими визитками, и чтобы наши граждане знали, что не стоит верить этим предпринимателям, не стоит вестись и менять эти газовые счетчики, потому что потом это чревато тем, что документацию они не оставляют, проектов никаких не имеют, и сдать потом в эксплуатацию эти счетчики будет проблематично. Анапский автовокзал ждут большие преобразования. Он должен стать удобным, красивым, многофункциональным и безопасным. На 2017 год намечена реализация проекта по его реконструкции, а пока идет обсуждение концепции проекта будущих преобразований. В кабинете у первого заместителя главы города, руководства автовокзала и Кубань пассажир автосервиса, архитекторы и дизайнеры. Идет обсуждение первостатейных задач будущей реконструкции Анапского автовокзала. И, допустим, зал ожидания увеличить, и подъезд, так сказать, улучшить с другой стороны. Но это требует обоюдных решений, в том числе решения и по выделению дополнительных земельных участков, территорий, которые сейчас находятся в арене. Обсуждение будущего проекта бурное. Предложений, требующих реализации, в проекте много. Если сегодня у нас четвертая категория по уязвимости, то завтра, может быть, пассажиропоток растет, третья или вторая. То нужен будет пункт досмотра пассажиров. Ограничение, допустим, свободного доступа от пассажиров. Купань-пассажир-автосервис по краевой программе планомерной реконструкции автовокзалов готова приступить к работе над созданием нового облика автовокзала Анапы в 2017 году. Очень большое финансирование в реконструкцию Анапского автовокзала. И сейчас мы обсуждали, в каком стиле он будет выглядеть, когда мы подберем, чтобы это все было в стиле архитектурном, который в Анапе здесь присутствует. И думаем, что в 2017 году, когда будет проект, мы приступим к этому объекту. Пока эскизы, предоставленные в администрацию города, не устраивают никого. Очень много моментов не учтено. Так что работа над созданием проекта продолжится. Сегодня, 22 августа, в России отмечают День государственного флага. Отношения жителей страны к главному национальному символу выясняли аналитики ВЦОМ. По их данным, 63% россиян против того, чтобы триколор изображали на посуде и других предметах быта. А вот одежда и головные уборы с флагом готовы носить около 43% опрошенных. Установить триколор на крыше или стене дома, а также повесить на автомобиль, желали бы 41% респондентов. Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия, посвященные триколору. Анапа не стала исключением. Впервые триколор был официально поднят над Белым домом в Москве ровно 25 лет назад. Родителям российского флага считают Петра I, который в 1705 году издал указ вывешивать красно-сине-белое полотно на судах. С тех пор триколор является символом страны. В Анапе праздничные мероприятия начались с самого утра. Специалисты управления по делам молодежи провели на театральной площади флешмоб. Волонтеры раздавали листовки с историей праздника. Работала студия «Аквагрима». Жители и гости курорта с удовольствием приняли участие в акции. Подрастающее поколение с интересом знакомилось с историей российского триколора, а старшее отмечало важность возрождения традиций. Старое поколение, которое привыкло к красному знамени, на параде победы, оно присутствует. И нашим старикам это очень приятно. А то, что сменился на старинный наш российский флаг трехцветный, это прекрасно. То есть все возвратилось на крути своя. Также в честь праздника возле стелы воинской славы был выставлен пост. В течение нескольких часов волонтеры Центра патриотического воспитания «Аратмир» несли в акту памяти. Но основные события праздничного дня развернутся на театральной площади вечером. «Сегодня будут организованы тематические мероприятия. Сегодня наша театральная площадь наполнится флагами, будет развернут большой стяг. Этим будет заниматься непосредственно сама молодежь, потому что когда работаем мы с молодежью, это одно, но когда молодежь сама работает и вовлекает себе подобных молодых людей в эту работу, это совсем другое». Праздничные мероприятия в честь Дня флага проходят в эти часы на театральной площади курорта. Также на сцене пройдет церемония награждения победителей фестиваля детского и вожатского творчества Анапы Республика Детство. И в продолжение темы. В Анапе проходит уже традиционный фестиваль творчества юных, организованный при поддержке органов власти Союзного государства России Республики Беларусь. В дружественном государстве чтят нашу общую историю. До открытия фестиваля участники возложили цветы к монументу «Город воинской славы». Также параллельно с основной программой «Море, солнце» и, конечно, «Дружба». Музыкальному коллективу «Купалочка» из Могилевской области в этом году исполняется 20 лет. Всего на фестиваль творчества юных приехали порядка 60 участников из Республики Беларусь. Спектр номеров самый широкий – от национального колорита до рок-н-рольного драйва. Илья – участник ансамбля «Сузория» из города Солигорск Минской области. Ему 17, танцами занимается с 6 лет. В России впервые знакомство с дружественной страной началось с Анапы. Хорошо, весело тут, отлично принимают люди гостеприимные, душевно здесь, хорошо отдыхать и приятно находиться. Всего в фестивале принимают участие полторы сотни ребят из разных регионов России и Республики Беларусь. Все они – лауреаты различных конкурсов. Участники разместились в лагере «Жемчужина России». Фестиваль творчества юных проходит в Анапе уже 11-й раз. И, как отмечают организаторы, развивается вместе с городом-курортом. Мы не видели такого курортного города. Это был обычный поселок, на мой взгляд, так. А сегодня это большой курортный центр, это большие постройки. И я рад за мэрию, за анапчана, что действительно с каждым годом он удивляет, 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 что он наращивает мощь во всех отношениях. И мне очень приятно от имени главы нашего города Сергея Васильевича от себя лично поприветствовать и пожелать вам хорошего настроения. Я думаю, самое ценное и самое главное, что вы отсюда вынесете – это свое общение, это дружба, это новое знакомство на солнечной земле Анапы. Заместитель главы Анапы Людмила Мурашова зачитала обращение от министра культуры России Владимира Мединского. Он отметил, что фестиваль помогает формировать единое культурное пространство. Мероприятие организовано при поддержке органов власти, а также парламентского собрания Союза Беларуси и России. Надо отдельно сказать городской администрации спасибо, потому что ребята помогают во всем. Такие мероприятия очень нужны и важны, потому что они не просто объединяют детей, знакомят их, они учат их главному – дружить. Начиная с детства – дружить. А дружба между регионами внутри страны, дружба между несколькими государствами – это очень важно, потому что эта дружба может сохранить мир. По словам Елены Афанасьевой, ежегодный бюджет фестиваля остается неизменным уже несколько лет. В планах его увеличить, чтобы была возможность приглашать еще больше участников. И еще о новостях культуры. Всякий раз, когда в Анапу прилетает любимая актриса и вице-президент открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии Ирина Шевчук, это означает, что фестиваль состоится. Любимые актеры приедут в Анапу и пройдут по красной дорожке к летней эстраде. Церемония открытия фестиваля «Киношок» состоится в этом году в 25-й раз. По традиции, сразу после прилета – встреча с главой города. За столом переговора в обсуждении десятка нюансов. Юбилейный кинофестиваль начнется 3 сентября. Закрытие его 10-го. И все 7 рабочих и праздничных дней будут богаты на события. Хорошее кино мы отобрали на площадь. У нас будет Алла Сергеевна Демидова будет возглавлять жюри в этом году. Все жюри, да? Ну, большое жюри, большого конкурса. Вот, а она такая, в общем-то, она никуда особо не старается ездить. Она выступает только со своими поэтическими вечерами. Вот, редко снимает. И сейчас так очень обрадовалась, что поедет на фестиваль. Она бы сказала, так, боже, это мне нужно все смотреть. Это же так ответственно. Ну, она такая одна из великих. Вот, если можно так сказать, Алиса Фрейнлик, да, там, Алла Демидова. Вот, ты из таких. Каждый вечер в 21.00 нас ждут кинопоказы на площади. А 9 сентября в Гуртеатре большой голоконцерт актеров. До встречи, киношок. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете также найти на нашем сайте. А с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.